Сегодня мы с тобой будем делать классический пирог французский, луковый. 200 грамм муки взвесили, осторожно, не всю добавляем, потому что, знаешь, когда все-таки зима и включено уже отопление, нужно учитывать, конечно, температурный режим, поэтому я сейчас вот не всю муку сначала добавляю. 180 грамм очень холодного масла, ну это легко как раз, в зимний период масло очень-очень холодное, главное, как можно меньше работать с маслом, быстрее, быстрее все это сделать нам с тобой. Вот я его сначала так порублю небольшими кусочками, а потом вот эти вот уже кусочки отправляю к муке. Это песочное тесто мы делаем, основа для нашего пирога лукового будет песочное тесто. Песочного теста мы с тобой очень много уже готовили рецептов, много вариантов. Есть вот это со сметаной, оно получается более таким слоеным, но еще когда мы добавляем один желток, тоже яйцо должно быть холодное, из холодильника, белок нам не нужен. Если вдруг получится суховато, то тогда добавим несколько ложек ледяной воды, это очень важно, чтобы она была либо, ну просто возьми со льдом, или вон с улицы снега растопи, что-нибудь такое. Начинаем рубить аккуратно масло, сметана, желток и мука. Лук, он вообще сам по себе сладкий. И очень важно, чтобы вот этот корж, который мы делаем, был солоноват, поэтому соли нужно не пожалеть, а вот так это прямо пол чайной ложки соли сюда добавить. Видишь, изрубить муку с маслом нужно до состояния вот такого, знаешь, панировочных сухарей, хлебной крошки. И еще очень важно, мне кажется, что песочное тесто вот в таких пирогах, оно не должно быть влажным, его нужно как следует этот корж сначала охладить, а потом запечь, понимаешь, до того, как мы туда добавляем начинку. Ну вот, получились такие, и вот теперь уже никуда не деться, только руками соединить все это в один шарик. Так, оно легко, на самом деле, видишь, оно как только, если, вот если достаточно долго порубить, то есть проявить такое терпение, вот именно на первом этапе, когда мы делаем тесто, получается, вот, посмотри, очень однородное, хорошее, очень холодное на ощупь тесто. Значит, у нас есть две возможности, во-первых, либо в шар, в пленку это тесто, и охлаждать в холодильнике, охлаждать необходимо, либо вот сейчас прямо вот так вот по форме быстренько, пальчиками распределяем, и тоже ставим в холодильник, гораздо больше сохраняем себе времени, понимаешь, потому что потом раскатывать это тесто, это тоже отдельная еще история. И, конечно, совершенно необходимо сделать высокий бортик, я специально его делаю не очень большим по диаметру, чтобы он был довольно высокий, такой, знаешь, красивый, хотя это тут на любителя, кто любит, чтобы начинка и тесто, чтобы это был, ну, такой, знаешь, тоненький слой, тесто и тоненький слой начинки, просто нужно взять тогда форму диаметром гораздо больше. Ну вот. Теперь его нужно потыкать вилкой. Сразу. Чтобы потом хорошо пропекался, когда он очень сильно остынет, вилкой будет тыкать гораздо сложнее. Видно? Да. Все, и я его отправляю прямо в морозилку, чтобы все, то тепло, которое я отдала от своих рук в тесто, быстренько улетучилось. Готовим десерт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На десерт у нас сегодня, у нас вообще такая сегодня французская тема, на десерт у нас крем-брюле. Настоящий крем-брюле возможен только со сливками, вот есть 35%, 23%, 11%, которые я обожаю в кофе добавлять, вот сливки в кофе, это что-то фантастика. Вот так вот, вот эти сливки, они идеальны для взбивания и совершенно идеальны для приготовления мороженого. Когда я готовлю мороженое, я даже никогда молоко не добавляю, хотя у меня очень любят дома такое, знаешь, прям пломбир. Поэтому я делаю его только на сливках. То же самое крем-брюле. Вообще, на самом деле, крем-брюле только звучит как-то так вот странно, да, по-заграничному, и кажется, что это никогда невозможно дома приготовить. Это все очень просто. Более того, мы с тобой сегодня будем делать не традиционный крем-брюле, то есть обычный, да, там какой-нибудь ванильный, а мы с тобой будем делать его пахнущий розмарином. Как это ни странно, розмарин прекрасно сочетается со сладким вкусом. Чудесно просто. Вот сливки. Мы их доводим до кипения. И две веточки розмарина погружаем в сливки и оставляем на медленном огне. Вот так вот, розмарин от нагревания, конечно же, отдает свои эфирные масла, благодаря чему пахнет розмарин. Теперь пять яиц отделяем желтки от белков. Понадобятся нам только желтки. Пять желтков, сто грамм сахара. Желтки с сахаром взбиваются. До пышно-светлого такого состояния. Увеличиваем их в объеме, облегчаем, обогащаем кислородом. Чувствуешь, да, как розмарин пахнет? Да. Ну вот, в этот самый момент, когда розмарин так замечательно у нас уже благоухает, сливки выключаем. Вот видишь, какие появились там такие пузырьки? Это говорит о том, что сливки наши практически закипели. Даем немножечко пропитаться запахами посильнее запаха розмарина. И потом вот так вот через сито аккуратно добавляю сливки, очень быстро. Часть добавила, перемешала. Так. И вторую половину. Ммм, вот оно как. А мы тогда сделаем иначе. Мы убираем розмарин. Манипуляции. Процедили сливки. И теперь все соединив в кастрюльке. Потому что иначе вишня помещается. Так. Все. Теперь берем формочки. Разливаем по формам. Наш крем. С ароматами розмарина. Так. Счастливое число. Получилось 7, а не 8. Извини, друг, ты лишний. Так. Горячую воду добавляем на противень. Но сначала противень ставим в духовку, которая разогрета до 160 градусов. Вот таким вот образом. Сначала поставим, а потом выдвигаем. Удобно. Теперь наливаем сюда горячую воду. Так, чтобы она хотя бы на треть формочки наши с тобой покрывала. Ля-ля. Затвикаем. Полчаса десерт практически в кармане, но не в кармане, а на столе. А мы с тобой сейчас приготовим начинку для нашего пирога. Смотри, для лукового пирога, естественно, нужен лук. И у меня, смотри, сколько луков. У меня 11 вот таких довольно крупных луковиц. Поэтому мы их с тобой должны, естественно, порезать. Но для того, чтобы не рыдать и не лить слезы, этот для нас сделает с тобой компань. Единственное, что просто сделаем так, чтобы удобно. На нем и довольно крупные, а так, в принципе, ну да, все пополам. Просто пополам. Такой пирог прекрасный вообще. Ты знаешь, вот, например, я думаю, что, может быть, в этом году я даже такой пирог буду печь на свой новогодний стол. Потому что как закуска. Это, ну, сумасшедшее. Во-первых, это очень просто приготовить заранее. Можно сделать, он стоит прекрасный. Если можно отдельно сделать начинку, отдельное тесто, если уж хочется так совсем свежее-свежее, да, и потом собрать и выпекать. А во-вторых, ну, это любят все. Ну, жареный лук со сливочным маслом любят все на свете. А песочное тесто слоеное и подавно. Так. Все, поехали. Чем мельче лук у тебя будет измельчен, тем лучше. Должна получиться такая однородная масса, такой луковый крем, я бы сказала. Поэтому, конечно, никто лучше этого не сделает, чем комбайн. Класс. Гениально. Считаешь, сколько бы мы времени это рубили? Да. А тут раз и готово. Ну, без слез не обошлось. О, какой же злющий лук. О, готов. Так. Разогреваем сковороду или кастрюльку. Самое главное, чтобы объем был большой, чтобы поместилось вот это вот все слезоточивое сокровище. И сюда довольно много масла. Но ты не бойся, потому что действительно, понимаешь, на такое количество лука нам понадобится 100 грамм сливочного масла. Для того, чтобы получаться это волшебное сочетание масла. Масло-лук. Масло-лук, да. О, смотри, сколько его здесь. Щедро. Моя немаленькая кастрюлька едва-едва уместила все это сокровище. Хух. А вот теперь начинается самое интересное. Тушить, готовить, это нужно долго. Вообще, в принципе, около часа-полтора. Это должно стать очень-очень мягким. Даже если это станет немножечко золотистым, карамельного такого цвета, это прекрасно, ничего страшного. Французы предпочитают это оставлять таким прозрачным, чтобы оно не слишком было готовым. Видишь, все, лук впитал все масло, масла практически не осталось. В общем, лук теперь должен медленно томиться. Чем тяжелее посуда, тем тоже вкуснее получается. Ну вот и все. Мы про него забыли. На какое-то время и готовим цыпленка. У нас с тобой сегодня цыпленок. И тоже по-провансальски. Ну, такая совсем французская история. Значит, цыпленка мы сейчас с тобой разделываем. Для этого, для этого, лучше взять такую пластиковую доску. Она не впитывает запахи. А главное, бактерии с нее легко смываются, не остаются на дереве. Разделываем цыпленка на такие небольшие части. Вот так по косточкам. В принципе, конечно, можно взять совсем крохотных птичек. Вообще, такой рецепт подходит не только для курицы. Можно так готовить и зайчика, кролика. Очень здорово получается. Я буду разделывать на такие маленькие кусочки. Во-первых, для того, чтобы готовилось быстрее. А во-вторых, чтобы вот такой кусочек на укус, так скажем. Я цыпленка не освобождаю от кожицы, потому что у меня есть такой дома. Грех любят очень. Хоть и говорят сейчас все, что кожица это вредно, что лучше есть без нее. Но зажаристая вкусная кожица вот как-то не в силах моей домашней отказаться от таких вредных вкусных вещей. Ну вот, мы разрезали нашего цыпленка на такие небольшие части. Теперь что нам нужно сделать, это поперчить его, посолить. Но сначала поставим большую сковороду на огонь. Лук не забываем. Видишь, он не пригорает, он томится прекрасно себе. Даже золотистым пока не становится. Разогреваем сковороду для цыпленка. Добавляем сюда экстра-верджин оливойл. Прекрасное ароматное масло для создания прованского запаха совершенно необходимое. И немножко сливочного, где-то столовую ложку. Даем маслу греться и топиться. А мы тем временем устраиваем такую процедуру для нашего мяса. Много перца. Соли. И вот во всем этом наши кусочки обвалять друг с другом, чтобы всем было одинаково. И присыпать немного мукой. Тоже вот так со всех сторон его в муке искупать. Это все для корочки, да? Это для корочки, это для красоты. И для того, чтобы запечатались все соки, чтобы не убежали к нам на сковородку. И вот на горячую сковородку отправляем кусочки. Обжариваем их до золотистой корочки. Вынимаем корж из морозилки. Самое время. И духовка у меня разогрета 200 градусов. На 20 минут отправляю запекаться до очень красивой золотистой корочки. Пока цыпленок обжаривается, две луковицы разрезаю, красные, разрезаю на вот такие вот толстенькие дольки. Видишь? Прям толстенькие. Ну вот когда слышим, что такой уже пошел разговор довольно громкий на сковороде, это нам говорит о том, что пора его попереворачивать. Поворочить. О, получается красивая золотистая корочка. И что уж тут притворяться? Конечно, без кожицы не получилось бы такой красоты золотистой. Приготовить какую-нибудь большую тарелку. И оливки. Оливки. У меня такие черные с косточкой. Освободить их нужно совершенно от косточек. Вот таким нажатием ножа. Можно взять оливки без косточек. Конечно, возни меньше, но и вкуса тоже будет меньше. Не забываем, что, во-первых, мясо нам не нужно пересушить, передержать, поэтому снимаем те куски, которые обжарили. Почти-почти, но ты знаешь, вот прямо туда уже можно добавлять лук. Даем луку золотиться. Добавляем к луку те оливки, которые мы от косточек освободили. Добавляем тимьян и лавровый лист. Вот три таких небольших листочка. А тимьян, вот прямо такой большой, щедрый, видишь, пучок. Так, для аромата, ну и соли, перец. Соли чуть-чуть, потому что оливки довольно соленые, мы хорошо посолили нашего цыпленка. А вот перцем можно не жалеть, более того, если ты любишь, можно даже перчика чили сюда добавить, будет здорово. Вот у меня есть такие хлопья сухого чили, чуть-чуть. Буквально на кончике ножа. Такой он ощутимый, хороший. Нам важно, чтобы лук стал мягким. А вот что касается вот этого лука, то смотри, пришел момент. Добавляем сюда уксус белого вина. Пять столовых ложек. То есть так довольно щедро. Вмешиваем как следует. Обязательно сахар. Хотя лук сам по себе довольно сладкий. Он сладкий, понимаешь, когда он начинает готовиться. Но сахар нам необходим. Поэтому такая столовая ложка сахара и чайная ложка горчицы. Лучше взять горчицу дижонскую, она не такая острая. Нам не нужен ее вкус, но она делает такое маленькое чудо тут в своем присутствии. Ну вот и теперь добавляем сюда соль. Ну это и понятно. А вот перца не надо. Соли где-то пол чайной ложки, довольно много. Этот лук тоже, посмотри, вот он, золотистый, мягкий, готов. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы возвращаем сюда нашего цыпленка. Добавляем сюда тоже немного уксуса. Две столовые ложки. И белого вина три столовые ложки. Стакан горячего бульона. Можно куриного, можно овощного, можно мясного. Какой есть. Чтобы не плавала наша курица, но все-таки, чтобы было довольно густо там, да, так с водой. Накрываем крышкой. И забыли про это на 40 минут. 40 минут оно готовится. Заканчиваем приготовление пирога. Для пирога нам нужно, во-первых, вынуть корж, который золотистый. Смотри, красота. Вот через 20 минут, и нужно убавить температуру до 170, выкладываем сюда начинку. А, красотища, скажи. Какие запахи. Побольше начинки. Ну, то есть, собственно говоря, всю начинку, естественно. Он, конечно, и так сам по себе хорош, безусловно. Этот лук, этот корж, это тесто, но немного сыра сверху натертого никогда не помешает, особенно сыр с сочетанием с луком. Ну, это же классика и песня. На крупной терке, чтобы можно быстрее все это сделать. Ты знаешь, даже когда хочется сделать дома в воскресенье радость и праздник родным, дорогим и близким, совершенно не обязательно убиваться на кухне. Мне кажется, это все такие временные эмоциональные, физические затраты, есть рецепты, которые позволяют их сократить до минимума. И вот сегодня у нас, собственно говоря, с тобой такие рецепты. А? Что скажешь? Волшебно? Ой, горячее еще. Духовку на 20 минут. Есть. Что нам осталось сделать, это вынуть с тобой крем в рюле, который уже готовый. И прежде чем мы сделаем на нем карамельную корочку, мы его должны охладить. Причем охладить так хорошо, ну, можно вынести на балкон, куда-нибудь на улицу, сейчас зима. Все это очень быстро-быстро-быстро охлаждается. Главное, чтобы он был совершенно холодным, то есть готовым к тому, чтобы ты его подавала. А подают его, естественно, не теплым. Самый интересный момент. Как же я люблю вот эти моменты настоящего счастья, творческого счастья. Когда у меня нет слов, посмотри, на эту сырную корочку, на эту сочную начинку, на эту хрустящую основу пирога, сразу не вынимай. Вообще, такой пирог едят только холодным, только. Поэтому я и говорю, что прекрасная идея заранее его приготовить. Он должен остыть сначала немножечко в форме. Вот прям буквально, пока мы сейчас с тобой увидим, что у нас стало с цыпленком, но прежде чем мы будем смотреть на нашего цыпленка, который уже практически готов, осталось действительно ему несколько минуточек, смотри. Это у меня коричневый сахар, он называется демереро, такой сахар-сырец. Он очень часто бывает ссыхается и становится таким, как кирпич. Но я что делаю? Я его и так побью, побью, немножечко скалкой, например, а потом в кофемолку. И он опять становится вот таким вот, видишь, мелким. Почему именно этот сахар? Ну, для того, чтобы карамель получилась настоящая, темная-темная, так как у меня нет вот такой вот правильной лампы, так называемой, да, вот, которой обжигают все, чтобы была карамель. Но я не каждый же день готовлю крем-карамель и вообще все, такие вот вещи мне нужны. Но есть выходы из таких ситуаций. Мы сейчас присыпаем все небольшим тонким слоем. Естественно, они должны быть очень холодные, как мы с тобой и обсуждали. Во всех современных духовках есть гриль. И вот под этот гриль на две минутки мы и отправляем наши пирожные крем-брюле. Блин, чтоб досталось всем. Теперь смотри, что у нас произошло с цыпленком. Соус уварился, он стал густым, цыпленок нежный, посмотри, какая красота. Все, это можно подавать с рисом, можно подавать с отварным картофелем, а можно просто с удовольствием или гренки поджарить какие-нибудь часточные. Осталось дождаться корочки. А-а-а, смотри, какая карамель. А-а-а, настоящая. Получилось. Ура. Ух. Я всегда волнуюсь. Знаешь, один раз получится, второй нет. Но всегда, между прочим, даже у самых-самых профессиональных поваров такое бывает. Ну вот, ты посмотри, какая красота. Ай-яй-яй. Никакая лампа не нужна. Теперь осталось нам аккуратно освободить от оков наш пирог. Ну, это же просто божественно. Перекладываем. Пока не освобождаю это дно, просто даю ему еще возможность остыть, все равно его сейчас, к сожалению, мы с тобой пробовать не будем, будем пробовать немножечко попозже. Ну и готов наш цыпленок. Красота. Подаем цыпленка. Получаем удовольствие. Жизнь прекрасна. Ах, какой соус, ты посмотри. Ммм. Красота. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова